И всем хай, с вами XRTN, снова опять Ага, это я. И я тут решил сделать туториал, потому что у меня не было достаточно большое время, и поэтому я решил сделать туториал по теме, которая недавно сам учился, застронула меня, потому что я дебил кусок. Знаете, я посмотрел свою, когда я пересмотрел свою прошлую серию, там, ну почему-то такой, да, заучки такая, полнейшая ощущение, боже мой, ну сколько можно, надо даже понести, чтобы она увидит. Так, ладно. Успокойся. Когда я пересмотрел свою прошлую серию, я понял, что первая половина снята на одном и том же фоне, прикиньте, насколько же я дебил на одном и том же фоне снимать, реально, ну как это, я решил научиться рисовать фоны, и вот поговорим, как рисовать фоны, что с ними делать, и тому подобное. Рисовать будем в приложении набросок, ссылка будет в описании, оставлю ссылочку на сайте, если кто хочет, можно скачать. Одно из самых главных вещей в фоне, это появится, фон может быть в 2D или в 3D, в 3D будет намного тяжелее его рисовать, поэтому я считаю, для начинающих аниматоров нужно в 2D, я сам в 2D рисую. Что же, первое правило, что нужно усвоить, научитесь тратить время на анимацию, на фон, на рисунок, на спрайт, на все, что угодно. На самом деле, можно хоть быть профессионалом в этом деле, но самое главное, это тратить много времени. Первая половина моей анимации, отвергнутой огнем, я примерно снял за... ну анимацию сделал за дня 2, из-за того, что я ленился. А вторую часть я уже снял за неделю, из-за того, что я ленился, но за то, что я тратил больше времени. То есть, качество налицо, то есть, я решил потратить время, у меня анимация лучше. Решил с халтурой не тратить время, анимация хуже, то есть, научитесь много, тратите время, потерпеть. Возьмем, например, фон, который я использовал в анимации, который вы видели буквально только что, где я печатал на ноутбуке. Этот фон был нарисован не то, чтобы поставить на него прям много времени, а то, чтобы больше времени тратить, я сейчас нарушаю правила. Но мне нужно было сделать это на скорую руку, потому что видео давно не было, а как бы сделать надо что-то. И мне встал вопрос, так как я не мастер фотографии, как мне сделать 3D-стенку. Я посмотрел на свои стены и понял, что, возможно, достичь этого эффекта можно с помощью теней, и с помощью линий, которые будут идти вниз. Это будет сразу понятно, то есть, что, как бы, стенка идет под наклоном. Также, если больше уже говорить о 3D, мы пошли в эту тему, можно заобразить, например, картины или часами, которые будут висеть как бы под наклоном и выделять 3D-стены. И все-таки для больших проектов подходит все-таки больше 3D. Как бы мистер Владислав недавно выпускал видео на эту тему, поэтому, кто хочет, переходите там на его одно из последних видео, как делался проект читеры, и смотрите. Если говорить о 2D, то нужно разнообразить, например, стену какими-нибудь рисунками, например, трещинами, которые разбросаны. Точнее, не трещины, а такой рисунок трещин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова